итак сегодня опять небольшой обзорчик очередного интересного растения я все время забывал ее вам показать кому-то это может быть уже знакомо кому-то еще нет интересные растения суккулентные хоть и луковичная имеет прямое отношение к семейству спаржевых распространение идет по территории южной африки называется такая красота альбука спиралис либо по-нашему альбука спиральная такое название растения получила за счет закрученности своей листве в нормальных условиях взрослые растения имеют в своей розетке от 15 до 20 листьев они закрученностью достигают длину не больше там 20 сантиметров до но если их выпрямить или если им недостаточно солнечного света они могут вытягиваться или просто раскручиваться в моем случае растение конечно немножко пострадала от недостатка света хотя стоит она на самом солнечном месте но солнышко видать было редковато днем видим она немножко тянулась к нему в определенную сторону сейчас я это стараюсь исправить вот прошу обратить внимание на то что данная красавица должна через какой-то там месяц-два порадовать цветением надеюсь у меня то разновидность которая будет издавать приятный аромат как говорится сливочно-ванильный вот так же сам хотелось бы увидеть сами и цветочки вживую интернете то все можно увидеть увидеть у себя на подоконнике это совершенно другой результат и внутреннее успокоение такой красоты такое свойство закручивать листочки данное растение обрело в процессе эволюции не зря вот так как она находится в жарких регионах это один из способов сохранения влаги когда очень много солнышко а это растение сильно сильно его любит вот поэтому когда обзаводитесь такой красоткой нужно это сразу учитывать для сохранения влаги или для избежания потери излишков воды она скручивает листочки тем самым сохраняя влажность воду вот с поливом тоже особо шутить нельзя в период вегетации растения любит полив но поливать ее нужно с умом а именно после просыхания верхней части грунта то есть полив должен быть не частым но обильным по количеству воды имею ввиду в зимнее время она в принципе должна отдыхать осенью можно заметить скажем так переключение режима между активным ростом и периодом покоя она опускает свои листики тем самым дает понять что все я устала мне пора на отдых вот меня она тоже уходила на отдых но что-то проснулась ранее и активно начала идти в рост когда ее покупал она была очень маленькой луковичкой я даже сомневался что это действительно то растение которое хотел так как здесь уже видно что листики были закручены я конечно ее немножко почистил по убирал сухие листочки пообрезал сухие краешки но они пользы никакой не дают вот вид портит так что хотел сказать когда я купил эту луковичку она была чуть меньше цветоноса где-то как пол цветоноса и был один один прямой листик то есть никаких намеков на завитушку на кудряшку не было абсолютно растению этому у меня уже наверное два годика да да где-то так уже около двух лет она у меня вот за это время она также сама с переездом на новое место немножко стрессовала переболела я уже думал что она утеряна но в конце концов это чудо природы порадовала хорошим приростом вот сколько у нее листиков здесь вымахала и плюс ко всему еще решила отблагодарить цветоносиком вот он будет цветочек стрелять так что ребята обязательно если из-за работы не прозеваю сделаю обзор цветения вот такая красавица в размножении это растение тоже легкое неприхотливое размножается она по стандарту двумя способами первый это соответственно семенами которые как и другие суккулентные высеваются на грунт накрывается пленкой стеклышками или там мини теплички в моем случае так как я всегда делаю вот или же или же размножение луковичками детками луковички еще здесь деток я не вижу кто знает может весной как буду ее пересаживать посмотрю грунт она любит легкий воздушный чтобы он хорошо пропускал воздух и воду это нужно обязательно учитывать но также желательно добавить в состав грунта крупный песок и не забываем о дренажном слое дренажный слой залог успеха даже для начинающего цветовода вот залог успеха именно в том что растение не будет утоплено так что все ребята такая вот маленькая смотрелочка хвосталочка альбука спиральная еще одно африканское счастье и ну Продолжение следует...